Всем всего. Эта информация должна была быть в новой истории серии, но статистика показывает, что длинные ролики вам не особо-то интересны, поэтому вот отдельный видос. Новая часть BioShock уже не за горами и слухов по этому поводу с каждым днем все больше и больше, а как известно нет дыма без огня. Тем более, что боссы Take-Two прямым текстом говорили, что не забросят франшизу, сказав еще в 2015 году следующее. Без сомнения, BioShock это постоянная франшиза. Она принесла им немало денег, да и в целом была хороша со всех сторон, прибыль дает, также действует как репутационная игра и при этом любая часть BioShock это отличные оценки и игра в долгую. Но знаете, вот тут возникает у меня один вопрос. Если все было так прекрасно с этой игровой серией, то зачем позволили закрыться студии Arrational Games? Еще до выхода DLC к BioShock Infinite ее автор Кен Левин сказал, что хочет начать все с чистого листа и ушел из своей же студии, основав новую Ghost Story Games. Его целью было создать небольшую студию и он забрал с собой в нее только 15 человек, а все остальные разработчики Arrational Games разбежались. Кто-то в другие студии под крылок другим издателям, а кто-то уже к существующим подразделениям 2K Games. И вот как раз примерно в этот промежуток времени было заявление о том, что боссы 2K не собираются забрасывать франшизу, что вроде как бы отлично, но в свете последних новостей все это звучит сомнительно. Что такое BioShock? Это в первую очередь сюжетно-ориентированная игра с отлично проработанным миром. А что будет с новой BioShock? Судя по новостям, казалось, что все будет то же самое и даже круче. Но потом вот этот вот настрой убила всего лишь одна, одна новость. Команда ищет ведущего геймдизайнера по эндгейму. Он должен руководить созданием долгосрочного геймплея в стиле игр-сервисов, с квестами, системой прогресса, лутом и другими похожими вещами. Цель — дать любителям загадочной игры причину задержаться в ней подольше. В вакансии подчеркивается, что история в игре будет завершенной. Идея в том, что после окончания сюжета игровой мир будет продолжать существовать и подкидывать геймерам новые задачи. Изиальный претендент на должность не только способен строить эндгейм, но и любить убийственно хорошее повествование и зрелищность в боевиках, а также иметь пятилетний опыт в мультиплеерных проектах для PC и консолей. И все это только подчеркивает тот слух, что это новый BioShock. Ведь в последнем финансовом отчете Take-Two упомянула, что готовит сиквелы своих крупнейших франшиз. И речь вряд ли про GTA 6, а BioShock как ни крути, все равно крупная франшиза, хоть там и вышло всего лишь три игры, но зато какие. И вот тут у меня появляются не очень приятные мысли. Эндгейм в BioShock. Лично я этого представить не могу от слова совсем. Все части BioShock, даже та, которую делали не в Rational Games, это законченное произведение. После сюжетных событий город в игре меняется. Знаете, даже, да что я тут объясняю? Если вы играли в любой BioShock, то понимаете, о чем я. Вот вы можете себе представить игру, которая является BioShock, но в ней есть эндгейм, а значит там есть мультиплеер, а значит там куча челиксов, которые бегают туда-сюда. И это в моем понимании больше всего похоже на какой-то Borderlands. Вот как вы видите эту игру? Напишите в комментариях, потому что меня вот эта вот Borderlands не отпускает. Возможно, я не прав и как-то по-другому все это может выглядеть, но... Не знаю, моя фантазия плохо работает, видимо. Но и на этом еще не все. Интернет-сыщики нашли инфу через LinkedIn, кто работает над игрой. И этот список хорош, за исключением нескольких людей. Над игрой трудится несколько человек, которые ранее уже работали над другими частями серии, что безусловно хорошо. Но также есть люди, которые работали, например, над Mafia 3 и даже над Prey 2, то есть это пощившая студия Human Pepper, который я вчера ролик выпускал. Но в целом список все равно вывесили небольшой. Над игрой такого уровня должны работать минимум человек 100. А этот список состоит из 10 человек, так что слишком мало информации. Хотя и это не важно. Важно то, что над игрой не работает сам Кен Левин, а вот это уже реально пугает. Вы, может, подумаете, мол, о чем я вообще? Ведь над второй частью он тоже не работал. И будете не правы. Он работал над всем, что связано с BioShock. Он был консультантом и помогал сюжетам. Он даже над фильмом работал. И именно по его инициативе фильм отменили. Но это, знаете, это другая история. Потом расскажу про фильмы и вообще про все это уже в истории серии под номером 2. А знаете, чем занят Кен Левин? Да тем, что делает свою маленькую игру в Ghost Story Games. Причем делает ее уже давно. Первые идеи о новой игре были озвучены еще в 2013 году. А разработка началась в 2015-2016, приблизительно. И если на начальном этапе над ней работало всего лишь 15 человек, то сейчас уже 40. Вот он, настоящий преемник игры BioShock. Потому что нас ждет следующее. Нас ждут стримы на ВАЗ-ТВ. Если вы смотрите это видео, то стрим уже идет. Переходите по ссылке, регайте и подписывайтесь. Сегодня я, наверное, раздам несколько ключей для Steam. Рандомные, но все же приятно будет, надеюсь. Так, стоп. Мы тут вообще про Кен Левин и разговоры затеяли. Так вот, нас ждет следующее. Вид от первого лица. Полуоткрытый мир. Некий нарративный конструктор в стиле Лего. И привкус хардкорности. Как по мне, звучит все безумно вкусно. И я жду эту игру от Кена Левина просто как-то, как сумасшедший. Потому что этот автор... Все говорят, что Кодзима гений. Но я считаю Кена Левина гением. Хоть и не особо признанным. Хотя, ладно, за это я могу по лицу, наверное, получить. Поскольку есть куча фанатов Бурята. Молчим, молчим, молчим. BioShock. Одна из лучших игровых серий, на мой взгляд. И за ее судьбу я переживаю, как за судьбу Сталкер 2. И я с упоением жду любых новостей о ней. Но вот такие новости про Endgame меня пугают до ужаса. Ведь BioShock для меня это что-то интимное. Нечто, знаете, уже родное. Чем я не хочу делиться в мультиплеере. Может быть это звучит странно. Но я уверен, что у многих из вас есть такие игры. Игры, в которых вы бы не хотели видеть мультиплеер. Напишите, если такие есть. Реально интересно. И да, насчет 2020 года. Дату релиза предположил аналитик индустрии. Майкл Пактор. Он уверен, что игра появится в 2020 году. И я почему-то в это тоже верю. Подождем, посмотрим анонс трейлера. Охренеем, наверное. Надеюсь, надеюсь, все будет хорошо. И весь мой скептицизм просто лишняя хрень. И надо быть оптимистом, ребята. А на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. Заходите на сервер в Дискорде. Там мы иногда общаемся и бывает весело. Также переходите по ссылке в описании на ВАЗ ТВ. Там будут стримы теперь довольно регулярные. А на этом уж точно на сегодня все. И всем всего.